Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов накануне в Москве принял участие в съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия», который открыл президент страны Владимир Путин. Главное, о чем сказал глава государства, это стратегия, с которой партия идет в новый политический цикл. Народная программа «Единая Россия» стала синтезом предложений и пожеланий граждан со всей страны. В формировании программы принимали участие и жители Карачаева Черкесии. Какие шаги нужно предпринять на федеральном уровне, что конкретно нужно менять на местах, именно на этом фундаменте мнений граждан сформирована народная программа «Единая Россия» на ближайшие пять лет. И партия снова готова работать и готова нести ответственность за благополучие каждого конкретного человека. На съезде Владимир Путин озвучил ряд важных социальных инициатив. Все они продиктованы потребностями людей, иметь социальную защищенность, быть уверенными в завтрашнем дне, жить в красивых и комфортных населенных пунктах, развивать свой бизнес. Они войдут в программу партии и будут реализованы депутатами уже следующего созыва Государственной Думы России и правительством. И, конечно, на местах отметил Рашид Тимрезов. В центре «Мой бизнес» состоялась конференция «Переход сферы контроля на новое регулирование» при поддержке Минэкономразвития страны. Совещание проходило в формате офлайн и посредством видеоконференции. Конференция посвящена нововведениям в сфере контроля бизнеса, вступившим в силу с 1 июля этого года. В частности, они касались закона о реформе контрольно-надзорной деятельности. Выступающие отметили, что новый закон является важнейшим документом, задающим рамки для всех последующих изменений правил контроля и призван сместить акцент с проведения проверок на профилактику нарушений. В документе закреплено 7 видов профилактических мероприятий – информирование об общении, стимулирование добросовестности, профилактический визит, консультирование, самообследование, объявление предостережения. В новом законе уделено большое внимание цифровизации контроля. По итогам совещания было принято решение создать в субъектах рабочей группы по вопросам реализации реформы с участием представителей региональных и муниципальных органов и министерств. Основной акцент новых норм законодательства заключается именно в том, чтобы в нас обеспечить наибольшую связь и наладить контакты между контрольными надзорными органами и бизнес-сообществом, а также перейти на новые принципы риск-ориентированных подходов при проведении контрольных и надзорных мероприятий. И результатом этого должно стать значительное снижение нагрузки на предпринимательское сообщество, обеспечить ей больше возможностей для осуществления своей деятельности. По программе модернизации первичного звена здравоохранения Малкоручаевской районной поликлиники будет проводиться капитальный ремонт здания поликлиники. Помимо этого был обновлен автопарк, что позволило медикам оперативнее выезжать на вызовы. Также медучреждение получило новое оборудование, что позволит оказывать качественную медицинскую помощь жителям района. О проводимых новшествах подробнее расскажет наш корреспондент Альхан Лепшоков. Оказать помощь нужно не только качественно, но и своевременно. Сегодня участку и терапевт Малкоручаевской районной поликлиники может с комфортом, а главное вовремя доехать до жителей и оказать необходимую медицинскую помощь. По программе модернизации первичного звена здравоохранения автопарк получил два совершенно новых легковых автомобиля. Участковый терапевт Осяд Кубана почти каждый день выезжает на вызовы жителей района. Раньше мы на вызовы ездили на старой пятерке. Было очень некомфортабельно, машина жесткая, старая, очень часто ломалась. Поэтому мы были вынуждены опаздывать на вызовы, ждать друг друга, пока отремонтируют машину или взамен дадут другую машину. Мы очень ждали обновления нашего автопарка. И спасибо нашему президенту и Минздраву нам обновили парк. Водитель Борис Байрамуков много лет работает в поликлинике, выезжая на вызовы. Новый автотранспорт исправно работает и сейчас мы доезжаем до наших граждан быстро, заверяет водитель. В целом мы оцениваем транспортно отлично. Машины хорошие, новые. Не то, что было у нас раньше, все было старое. Сейчас не только у нас обновление легковых, но и почти весь парк обновился. Можно сказать, сейчас у нас все в норме, все хорошо. Ездим комфортно, никаких проблем. Доставка биоматериала в срок, вызова врачей обслуживаем вовремя. Никаких задержек, никаких поломок, никаких простоев у дороги нет. А это совершенно новый аппарат УЗИ, который теперь сможет показать четко состояние брюшной полости пациента. Медики отмечают, что теперь получить результаты пациентов можно оперативно и точно. Аппарат новый, экспертного уровня. Данный аппарат, изображение на нем, на данном аппарате, очень хорошее. Картинка четкая, ясная. Ну, экспертный уровень, в принципе, он такой должен быть. Мы смотрим практически на нем каждый день, с утра до вечера работаем. Смотрим все, начиная с беременность, гинекологию, ручную полость, все, и также сердце смотрим. Помимо этого будет проведен капитальный ремонт в здании поликлиники и благоустройство ее территории. Исполняющий обязанности главного врача Малакарачаевской центральной районной больницы Ислам Джат Тойв отметил, что все эти работы будут сделаны благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения. Будет еще реконструкция котельной, так как у нас очень большая проблема с отопительной системой. Также нам поставят новые котлы. Капитальный ремонт будет проходить на площади поликлиники около 4000 квадратных метров. Будет ремонтироваться, то есть туда включается вся замена всех коммуникаций, будет капитальный ремонт. Ремонтные работы будут проходить до конца 2022 года. За это время здание будет полностью реконструировано. В этот период обслуживать пациента будут в кабинетах стационара и в здании детской поликлиники. А некоторые кабинеты на время ремонта будут перемещены в фельдшерско-кушерские пункты. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Малакарачаевский район. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Субтитры предоставил DimaTorzok Существенных осадков. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом днем на западный 5-10 метров в секунду. Ночью порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-17, днем 27-29 градусов тепла. В Кисловодском цирке с 24 июля. Новая грандиозная шелки и рация. Королевский цирк. Код города 87-937-296-58. Категория 0+. Девчонки, они снова приехали. Шубы от Снежки в Черкесске с 26 по 29 августа в Центре развития предпринимательства. Огромный выбор норковых шуб. Рассрочка на 3 года без первого взноса и переплат. А меховой жилет в подарок. Продолжаем выпуск. И по информации оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 23 743 человека. Из них 21 372 выздоровели, 679 человек госпитализированы. Жители Карачаево-Черкесии могут присоединиться к всероссийскому грантовому конкурсу коротких видеоэкскурсий Русского географического общества «Лучший гид России» и выиграть до 100 тысяч рублей. В нем могут участвовать как профессиональные гиды, так и любители, как взрослые, так и дети, но старше 12 лет. Задача снять яркий двухминутный ролик с рассказом о культурной, музейной или природной достопримечательности нашей страны и загрузить его на сайт проекта лучшийгид.рф. Главное условие – ролик должен быть сделан на русском языке и на территории России. При этом шансы на победу имеют работы, сделанные как на дорогие камеры, так и на смартфоны. Так, участники конкурса смогут проявить себя в пяти различных номинациях, в частности «Лучший гид музей», «Лучший гид город», «Лучший гид экотуризм» и «Лучший гид до 18 лет» и «Лучший гид Нижний Новгород». Возрослой категории главной наградой станет 100 тысяч рублей. Победителю в номинации для гидов до 18 лет будет вручен квадрокоптер. Победители также станут героями телепроекта на телеканале «Моя планета», который является организатором конкурса. Кроме того, участники поборются за три специальных приза от партнеров проекта. Итоги конкурса будут подведены до конца октября 2021 года. Купил меховую шубку – получи песцовую жилетку в подарок. В Центре развития предпринимательства Республиканской столицы проходит выставка продажа меховых изделий от компании «Снежка». Подробности расскажет Мураджин Киозав. Жители и гостей Карачаева-Черкесии с 26 по 29 августа приглашают на выставку продажу меховых изделий компания «Снежка». В Центре развития предпринимательства представлены модели в различных цветовых вариациях. Мы привезли огромный выбор норковых шуб сезона 2022 года. Различных фасонов, длины от классических моделей до ультрасовременных. От 40-го размера до 66-го. На каждое изделие свой паспорт. Вся история норковой шубы в этом документе. Через мобильное приложение легко узнать, кто производитель. Кроме того, можно воспользоваться различной формой оплаты. «Наше каждое изделие можно приобрести в рассрочку от 6 месяцев до 36 месяцев, то есть до 3 лет. Без переплаты, без первого взноса, без дополнительных страховок. Для этого нужен только паспорт и 20 минут вашего времени, и шубка ваша. При покупке любой норковой шубы мы дарим меховой жилет из песца в подарок каждому покупателю, причем на выбор». Уникальная модель, хит-продаж, шуба-трансформер, отстегнул потайную молнию, и длинная шубка превращается в короткую куртку. На все изделия распространяется гарантия от меховой компании «Снежка». Очень легко расстегивается, длинный рукав превращается в короткий. То есть у нас получаются 4 разные шубы. Длинная шуба с длинным рукавом, длинная шуба с коротким рукавом, короткая шуба с длинным рукавом и короткая шуба с коротким рукавом. Еще прекрасная модель, пользующаяся спросом, в цвете графит. Вот такая шубка обойдется 3 600 в месяц. Также у нас при покупке за наличный расчет существенные скидки. Всех покупателей ждут хорошие летние скидки и приятные подарки. Работать ярмарка будет с 26 по 29 августа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова